Привет, ребят! С вами Фил на канале Твой Игровой. Сегодня научу вас играть в Нуар. Что могу сказать про саму игру? Это такое детективно-мафиозное пати, которое играется одной карточной колодой и играется шестью разными способами. Первая игра называется «Бандит против инспектора» и на её правилах в основном базируются все остальные пять игр, поэтому с неё мы и начнём. Игрокам выдаются такие карточки принадлежности. Один у нас будет инспектором, второй — бандитом. У бандита задача — вычислить инспектора и убить его тайную личность или 14 невинных подозреваемых. Далее, у инспектора, естественно, основная цель — вычислить убийцу и посадить его. Каким образом это происходит? Первым начинает бандит, он берёт из колоды доказательств карту, которая будет являться его тайной личностью. В данном случае у нас Ирма — это бандит. Бандит дальше продолжает свой ход и первым делом он должен, естественно, кого-то замочить, кого-то убить. Убивать он может только тех подозреваемых, которые находятся рядом с ним. То есть в данном случае это Клайв, Саймон, Дейдера, Кристоф и Лайнус. К примеру, он убивает Саймона. Дальше в игру вступает инспектор. Он берёт 4, заметьте, 4 карты из этой колоды. И одну из этих карт выбирает своей тайной личностью. Это будет Райан. Вот эту карту он кладёт в закрытую перед собой. Ну, для вас я эти карточки обе держу открытыми, чтобы вам было понятней. И эти карты остаются у него в руке. Далее, оба игрока могут либо сдвинуть горизонтальный или вертикальный ряд, или обновить поле. Это действие доступно обоим игрокам. В свой ход, естественно. Можно сдвинуть ряд, если мы его сдвигаем. То вот эта личность, которая выпадает из общего квадрата, попадает вот сюда на открывшуюся ячейку. Можно также обновить игровое поле. Если у нас в каждом вертикальном или горизонтальном ряду будет по одному убитому, то мы эти карты удаляем из игры и сдвигаем следующим образом игровое поле. Для чего сдвигать эти ряды и ячейки? Естественно, для того, чтобы оказаться подальше от инспектора убийцы или инспектору подбираться ближе к подозреваемому. Если здесь есть одно исключение, отменять предыдущий сдвиг игрока нельзя. То есть, если убийца сдвинул ряд в эту сторону, инспектор не может своим следующим действием вернуть все на место. Вот только такое одно исключение существует. Ну и логично, что помимо этого убийца может также продолжать убивать, но убийство во втором и последующих ходах отличается тем, что когда он убивает какого-либо подозреваемого, он может провести и ему сразу же допрос, то есть пытать его узнавать, есть ли рядом с ним инспектор. Если, к примеру, убит Лайнус, убийца задает ему вопрос, есть ли рядом инспектор. Если тайная личность инспектора находится где-то рядом, то инспектор должен сказать, что да, он рядом. Убийца может также замаскироваться. Это третий и последний его вариант действия. Для этого он берет карточку сверху колоды, тайком смотрит, жив ли еще этот подозреваемый, это Женева, и если жив, то он кладет эту карту перед собой в закрытую, а свою прежнюю тайную роль, тайную личность, выкладывает вот так вот на поле, обозначая, что теперь Ирма стала невиновной. Если бы он вытащил карточку уже убитого персонажа, то на этом бы его ход закончился, и карту он бы сбросил вот так вот в открытую. У инспектора есть возможность обвинить кого-либо из соседних с ним персонажей в том, что он является бандитом. К примеру, инспектор говорит бандиту, ты, Закария. Если нет, если он не угадывает, то игра продолжается дальше. Если угадывает, соответственно, инспектор побеждает. То есть, если бы инспектор находился вот здесь и сказал бы, ты, Женева, на этом моменте бандит бы проиграл. Победа досталась бы инспектору. Аналогично, если Райан находится рядом с Женевой, и Женева в свой ход убивает Райана, то победа сразу присуждается бандиту. Инспектор может также оправдать кого-либо из подозреваемых. Для этого он берет одну карту сверху колоды, добавляет ее к своей руке и выбирает кого-то из этих персонажей, кого он хочет оправдать. Например, логично, что уже убитых персонажей оправдывать нет смысла. К примеру, инспектор выбирает Фиби, выкладывает карточку поверх нее и тут же проводит допрос. Если рядом с Фиби находится бандит, то бандит должен об этом заявить. Соответственно, если вот эта колода заканчивается, то действия маскировки для убийцы и оправдания для инспектора становятся недоступны. Вторая игра, убийца против сыщика, очень похожа на предыдущую, за тем лишь исключением, что убийца в данном случае будет действовать по списку. У него будет список личностей для убийства. Первым делом он берет себе тайную личность, убийца у нас Горацио, и также берет 4 еще карточки доказательств. Три из них он оставляет закрытыми и одну открывает. Это его первая жертва. Вот эти три карты не может смотреть даже сам убийца, то есть кто там дальше в его списке, он сам не знает. Но если он случайно кого-то убьет, конечно, это совпадет с его списком, то можно считать, что ему повезло. Сыщик в данном случае берет только 3 карты, в отличие от предыдущей игры, где брал 4, и выбирает себе свою тайную личность. Точно так же убийца должен вначале сразу кого-то убить, только в том случае, когда убийца убивает подозреваемого, который вот здесь у него открытым находится, открывается следующая карта. Здесь, в отличие от первой игры, убийца может сбежать. Для этого в колоде доказательств обязательно должно быть 2 карты. Убийца открывает верхнюю, это Куинтон смотрит, жив ли этот персонаж или нет. Точно так же в этом случае он сбрасывает свою прежнюю старую роль, становится новым ролью, но если ему это удалось, он обязан добавить себе еще одного в список убийств. Здесь, в отличие от первой игры, если убийце удается таки убить сыщика, то игра на этом не заканчивается, он лишь кладет себе еще одну карту в тайную роль, в качестве тайной роли со своей руки. Вот если карты в руке у него заканчиваются, на этом тогда уже, естественно, все. Ну и если убийце каким-то образом удается убить того, кто находится в руке у сыщика, то эту карточку он тоже сбрасывает. Аналогично сыщик может предъявить кому-то обвинение, и если он угадывает, то игра для убийцы на этом заканчивается. А вот следующая игра называется Шпионские игры, и она уже в корне отличается от двух предыдущих. Здесь можно играть как по командам, так и каждый сам за себя. Игрокам выдаются одинаковые такие карточки Шпиона, и здесь нужно собирать трофеи. Принципы сдвинуть и обновить игровое поле остаются из всех предыдущих игр, но в качестве действия, естественно, все берут себе какую-то карточку с тайной личностью, и в качестве действия любой может попытаться поймать соседнего подозреваемого, сказав, кто-то из вас, например, вот я играю за Райана, и говорю, кто-то из вас Женева. Если среди шпионов оказывается Женева, в данном случае я не угадал, то ход переходит к следующему игроку, и ничего не происходит. Какой-то из игроков угадывает подозреваемого, например, Райан мог бы сказать бы, кто-то из вас Джулиан, то Джулиан отдал бы свою карточку Райану в качестве трофея, и взял бы себе из колоды новую тайную личность. Для того, чтобы победить, нужно набрать определенное число вот этих трофеев на команду, или в одиночку, там будет немножко другое число трофеев. Также можно допросить, выбираешь одного из подозреваемых, которые находятся рядом с ним, и все игроки, которые находятся рядом с этим подозреваемым, должны поднять руку. Следующая игра называется War Virtuos против начальника полиции, и здесь на каждую карточку выкладываются вот такие вот жетоны, обозначающие сокровища, и War Virtuos задача его всех их обворовать, в том числе кто-то из них будет его же тайной личностью, и он должен еще и самого себя, получается, обворовать. Да, вот такая логика. Соответственно, у начальника полиции задача поймать вот этого самого вора. В начале игры War Virtuos берет себе три карточки из колоды доказательств. Одна из них становится его тайной личностью, а две остальные он держит в руке, они будут использоваться для его будущих маскировок. Начальник полиции берет себе также три карты. Одна из них называется Офицер в штатском, она становится, грубо говоря, его тайной личностью, а две остальные это офицеры в форме, и он их в открытую выкладывает вот таким вот образом на поле. Здесь никто никого убивать не будет, соответственно, и действия обновить игровое поле здесь не действуют, можно только сдвигать горизонтальные или вертикальные ряды. Свой ход вор может обворовать кого-то, кто находится рядом с ним, или же самого себя. В данном случае вот Саймон может обворовать Горацио, вот в общем все вот эти девять персонажей доступны для обворовывания, скажем так. Либо он может быстро замаскироваться, это его третье действие, и в принципе больше ничего он делать не может. Он забирает обратно свою вот эту тайную личность и выбирает какую-то какую-то из этих трех карт. Он может просто, дабы ввести, допустим, офицера в заблуждение, он может взять и положить в закрытую одну и ту же карту. То есть такой элемент блефа, можно сказать. Соответственно, дальше он становится вот этой личностью и обворовывает уже кого-то рядом, рядом с ними. Начальник полиции может обвинить кого-то рядом с офицерами в форме или же рядом с собой находящегося, или он может призвать к присяге нового офицера. Для этого он открывает новую карту из колоды, какого-то из офицеров придется уволить, и вор при этом еще и забирает себе любой из сокровищ, находящихся на столе. А карточка нового офицера добавляется на стол. Разработчики советуют сыграть также две партии подряд, в следующей партии поменяться ролями и сравнить, у кого больше получилось своровать жетонов по итогам двух партий. Пятая игра ФБР против мафии, и она представляет из себя такое глобальное столкновение мафиози и ФБР в битве за город. Цель у мафии будет убить достаточное количество горожан, а у ФБРщиков поймать, соответственно, некоторое количество мафиози. У каждого из игроков будет своя специализация и определенные действия, которые может делать только он в этой игре. Ну, помимо очевидных действий, это сдвиг и обновление рядов, есть также... Каждый агент ФБР может убрать один жетон, который будут выставлять бандиты. Это бомбы и угрозы в качестве своего действия. Кроме как, нельзя убирать эти жетоны со своих. И начнем мы, пожалуй, с агента под прикрытием. Он может... Его уникальная способность — это маскировка. Он смотрит верхнюю карточку из колоды персонажей, и если этот подозреваемый еще жив, то свою прежнюю роль он сбрасывает, причем сбрасывает ее в открытую, выкладывает на поле, и становится новой... Ну, меняет свою личность. Если же этот подозреваемый погиб, то эта карточка вниз колодок подкладывается, и на этом его ход заканчивается. Дальше он может обвинить любого из находящихся рядом с собой подозреваемых, сказать, к примеру, игроку. Он говорит это непосредственно игроку, то есть он называет участника, который, по его мнению, является этой личностью. Например, он говорит снайперу, «Ты» — это Ванда. Если он угадывает, то мафиози открывает свою роль, выкладывает ее вот так вот сверху этой карты, рубашкой вверх, обозначая тем самым трофей команды ФБР, и берет себе из колоды новую тайную личность. Далее агент под прикрытием может совершить вскрытие. Если рядом с ним, вот в данном случае агент под прикрытием — это дружок, песик, если рядом с ним находится убитый, то он может провести его вскрытие. Он говорит, «Я провожу вскрытие Педро». И каждый соседний с погибшим, подозреваемый, если он мафиози, то он должен поднять руку. Далее посмотрим специализацию детектива. Детектив, у него основная особенность — он может дистанционно обвинить любого подозреваемого, в том числе и себя, для такого своеобразного блефа, маскировки вернее. Допустим, Куинтон у нас детектив. В пределах трех клеток от себя, по горизонтали или по вертикали, не по диагонали, он может обвинить любого игрока. Если это будет угаданный мафиози, то это будет очко в пользу команды ФБР. Далее детектив может совершить допрос. Для этого он берет две верхние карты из колоды доказательств. Одну из них он убирает сразу вниз колоды. Он выкладывает эту карточку на поле, на соответствующего подозреваемого, и проводит допрос. Каждый мафиози, но в том числе и агент ФБР, находящийся рядом с Маркусом, должны поднять руки. Оперативник может ускоренно сдвинуть или обновить игровое поле. Ускоренно это значит, что просто ряд или колонка двигаются не на одну, а на две карты. Также оперативнику доступно действие обвинения, оно аналогично всем предыдущим. И у него есть возможность, у него и жетоны, у него есть для защиты. Причем это идет как в ответ на реакцию, на какие-то действия. Если убиваемый, подозреваемый находится с вами в одном ряду, то можете спасти его от гибели. Просто объявляете, что его защищаете, например, допустим, у нас оперативник, это Саймон, вот он здесь находится. Если убивают Ташу или Брэнсона в результате взрыва, или там маньяк их убивает, или там убийца, все что угодно, вы можете объявить о том, что защищаете этого подозреваемого, выложив на него вот такой же тон защиты. Нельзя его выкладывать только на самого себя. Ну и четвертая специальность в ряду ФБРовцев это криминалист. У него есть также возможность обвинять подозреваемых, но еще он может собрать улики. Во-первых, он начинает игру с четырьмя карточками доказательств в руке, и в качестве действия собрать улик, он одну карточку доказательства выкладывает поверх соответствующего живого подозреваемого, и сбрасывает те карты доказательств, которые соответствуют погибшим подозреваемым. После чего опять пополняет руку до четырех карт. И если он кого-то защищает этим самым действием, то он еще и проводит допрос. То есть, если, к примеру, он Джека таким образом оправдал, и рядом с Джеком находится кто-то из мафиози, они поднимают руку. Что касается мафии, если они убивают кого-то из агентов ФБР, то это засчитывается им как два очка. Если, к примеру, они убивают Саймона, то они берут еще и карточку его тайной личности и оставляют у себя в качестве трофея. То есть, у них засчитывается им в качестве победного очка и на поле убитый Саймон, и вот эта карточка идет им в победные очки. На стороне мафии бандит это самая простая для изучения роль. Аналогично первой игре он может убивать кого-то, кто находится рядом с ним, и также может замаскироваться, посмотреть верхнюю карточку из колоды доказательств, и если этот персонаж жив, заменяет на него свою тайную роль. Одно отличие, сдвигает ряды он ускоренно, то есть может двигать на две карты сразу. У маньяка такая особенность, что все персонажи, которые находятся рядом с ним, и если на начало хода у них есть вот такие жетоны угрозы выложенные, то они все погибают, если находятся рядом с маньяком. А эти жетоны, соответственно, он выкладывает в конце своего хода. То есть сделал какое-то действие, выложил один, два или сразу три может жетона угрозы выложить, и тем самым обозначить, что в следующем ходу любой из них может стать жертвой маньяка, если он, конечно, отсюда никуда не уйдет. То есть в начале хода он их убивает, потом что-то делает, и в конце своего хода может и выложить еще до трех этих жетонов. А в качестве действия он может всего лишь сдвинуть или обновить игровое поле, и также может сделать подмену, поменять местами два любых соседних подозреваемых на игровом поле. То есть если бы у нас маньяк это Офелия, то он может еще вот так вот два соседних поменять местами. Тут очень забавно, что маньяк может еще и по неосторожности своих заманьячить, если забудет. И, кстати, убийца, кстати, бандит, если он меняет свою тайную роль, если маскируется, он свою новую тайную роль всем показывает. Членам своей команды, разумеется. Подрывник, в данном случае Зольда, может выложить в качестве действия жетон бомбы на себя или на любого соседнего подозреваемого. Также уже на следующем своем ходу в качестве действия можно взорвать бомбу. Это убивает подозреваемого с жетоном бомбы и соседнего с ним подозреваемого. Здесь можно сделать целую цепочку взрывов. Если нам удалось, допустим, заложить вот таким образом бомбы, или даже вот таким образом, то дальше одним действием мы можем взорвать сразу вот так, соседнего, соседнего и еще соседнего. Причем, если ФБР предъявляет обвинение персонажу, на котором заложена бомба, и его после этого арестовывают, то есть, если этот персонаж оказывается одним из мафиози, вы можете еще и взорвать бомбу после того, как этого персонажа арестуют. Персонаж все равно достанется как трофей ФБРовцам, но вот соседний с ним уже пойдет на счет мафиози. И четвертая специальность мафиози это снайпер, и он может убить от себя по диагонали в пределах трех клеток любого персонажа. К примеру, у нас Франклин это снайпер, значит, под его зону обстрела попадает Райан, Джулиан, Дейдра, в эту сторону Таша и Дарнелл, Берин, Эрнест, вот эти все персонажи он может в качестве действия убить. Далее, естественно, он может ускоренно сдвинуть и обновить поле, то есть, ускоренно сдвигать, может, на две клетки ряд или колонку, и также в качестве действия он может подготовиться. Он может переложить абсолютно любой жетон бомбы, угрозы или защиты на соседнего персонажа. При условии только, естественно, что на нем такого же жетона уже нет. То есть, нельзя, чтобы две бомбы на одном персонаже лежало, или две угрозы, или две защиты. Ну, тут логично, я думаю. Вот, в принципе, и все с пятой игрой. Как видено, очень такая разноплановая, командная, и больше всего в этой коробке с Нуаром из всех шести мне понравилась именно она. Это вообще взрыв. Прям вот очень вам рекомендую. Шестая игра называется Ограбление Века и представляет из себя противоборство начальника службы безопасности и воров, которые собрались совершить дерзкое ограбление. Им нужно ограбить четыре сейфа, которые расположены вот здесь, вот по углам игрового поля. Я их отмечаю такими же тончиками. Вы можете, в принципе, чем угодно отмечать. Задача инспектора, соответственно, переловить всех воров. Обратите внимание, воры есть разного уровня, первого и второго. И по правилам мы должны всю стопку с ворами первого уровня положить поверх стопки с ворами второго уровня. Несмотря на то, что игроков всего семь, то есть один представляет из себя начальника службы безопасности и шесть участников будут ему с ним бороться, будут играть за воров. Этих карт намного больше. Сейчас вам расскажу, в чем здесь фишка. Начальник службы безопасности берет в начале игры семь карт доказательств сверху колоды. И четыре из них это будут его офицеры в форме. На свой выбор любых он располагает на поле. Допустим, вот таким образом мы их расположили. И одна из карт будет нашей тайной ролью. Остальные карточки замешиваются в эту же колоду. Далее, каждый вор получает себе карточку принадлежности. Это же его специальность. Воров у нас шесть. И выдается вот такая вот фишка ограбления своего цвета каждому игроку. Эту колоду также кладем рядом с полем. Игроки будут брать из нее карты. В принципе, победа начальника службы безопасности, когда он ловит вора, он сбрасывает свою карточку принадлежности и берет вот отсюда новую. И, соответственно, начальник службы безопасности победит, когда вот здесь все карты закончатся и он поймает вора, а здесь не будет карты. Тогда побеждает начальник службы безопасности. Воры также получают по одной карточке своей тайной личности. Они могут ее друг другу показывать. То есть, вся команда воров, они друг с другом знакомы. Действия воров могут быть скрытными или заметными. И вот скрытные действия они могут совершать последовательно, как хотят. То есть, первый совершил скрытное действие, второй, третий, четвертый, до тех пор, когда кто-то из них не совершит заметное действие. В этом случае ход передается начальнику службы безопасности. Он совершает одно действие, а потом опять будет ходить команда воров. Что это за скрытные и заметные действия, сейчас вам расскажу. И действие ограбить, оно всегда заметное, и его можно совершить только если ваша тайная личность находится вот в этой зоне, состоящей из девяти карточек рядом с хранилищем. Вы располагаете свой жетон вот так вот на хранилище и после этого ход всегда передается начальнику службы безопасности. Как только здесь накапливается три жетона, хранилище считается ограбленным и жетон забирает команда воров. В качестве действия вор может сдвинуть ряд или колонку игрового поля. Причем если он сдвигает ряд, в котором есть офицер в штатском или колонку, где есть офицер в форме, то это действие является заметным и после него ход передается начальнику службы безопасности. Если он сдвигает ряд или колонку, где нет офицера в штатском, это действие считается незаметным и может ходить следующий игрок из команды воров. И также совершил по одному скрытному действию, ход передается начальнику службы безопасности. Тот в свою очередь также может сместить любой горизонтальный или вертикальный ряд, может также поменять местами одного из офицеров в форме и соседнего с ним подозреваемого. Начальник службы безопасности может предъявить обвинение одному из подозреваемых находящихся рядом с офицерами в штатском или рядом с его тайной личностью. И если он угадывает вора, то тот отдает свою карточку и карточку специализации ему, убирает свой жетон, если он уже выложен на хранилище, и в начале своего следующего хода он может взять себе новую тайную личность и новую специализацию. Это в принципе и все правила, остальное это уже специализация воров, давайте быстренько по ним пробежимся. Итак, у нас есть медвежатник, и его основная функция он не убирает в начале своего хода жетоны ограбления с поля, то есть если он положил свой жетон на хранилище, он уже отсюда не уберется, до тех пор, пока естественно этого вора не поймают. Следующий это бегун, его фишка это ускоренный сдвиг, то есть на две клетки он может двигать ряды, горизонтальные или вертикальные. У чистильщика такая функция, он может своим действием, это будет штатском не сможет делать обвинения и офицер, начальник службы безопасности не сможет сдвигать ряд с этим офицером соглушенным. Ну и само собой он должен находиться, чистильщик может оглушать только тех офицеров, которые находятся рядом с ним. У чистильщика есть возможность совершить заметное действие, он может исчезнуть, то есть замешать свою тайную роль обратно в колоду и взять оттуда новую. У инсайдера есть возможность совершить заметное действие, он может поменяться местами с любым офицером в форме. Хакер может выложить заметно свой жетон ограбления, если он находится рядом с квадратом хранилища, то есть ему не обязательно быть внутри этого квадрата, чтобы выложить свой жетон. Причем если он будет находиться в центре, он может в любое из четырех хранилища выложить свой жетон. Далее у нас идут воры второго уровня, убить одного офицера в форме, если находится с ним по соседству. Он его убивает и на замену ему приходит новый офицер в форме. Этим действием он может воспользоваться не более трех раз за игру и оно является заметным. Подражатель может законспирироваться, это действие заметное, он берет три карты из колоды доказательств и выбирает себе одну из них, она станет его новой тайной личностью. Диверсант может совершить с любым из подозреваемых по соседству. У стукача такая особенность, он может скрытно сдвигать ряд, даже если в нем находится офицер в форме. И медвежатник виртуоз, он может, во-первых, он не убирает свой жетон ограбления, если он уже выложен, и если он находится в квадрате с тем же хранилищем, он может выложить туда еще один свой жетон ограбления, то есть у него их два, и это будет считаться тем, что хранилище ограблено. Вот, в общем-то, и все полностью правила с подробностями игры Нуар. Я надеюсь, что это видео будет вам полезно. В этом случае не забудьте, конечно, поставить ему лайк, и до новых встреч, друзья. Всем пока!